А это твои листья? Сюда таки? Сюда, на этот Взрывать не надо, да? А если эти заливать туда какие-нибудь антифризы для пневмосистемы? Вчера не помогает, да? Они отсюда улыбаются Да ладно, блин На этом, побольше колеса, да? Всем здравствуйте, дорогие друзья Так, выдвигается очередной рейс Рейс до Братска Второй будет у нас Время 9-й час Задержались мы на монтажке, как мы уже видели ранее Что мы делали? Мы меняли колеса местами покрышки То есть, сняли колесо И покрышку поменяли Внутреннюю сторону на наружную Для чего это сделано? Сделали Это сделали, чтобы был равномерный износ колеса Все равно, где-то Внутренняя сторона больше снашивается Где-то внешняя сторона И вот, чтобы они одинаково снашивались Ну, в общем, выходим Ха-ха-ха-ха На улице 25 градусов Показывает термометр 28-29 Сейчас заедем на заправочку Заправимся Наверное, на полного заправимся И полетим В сторону Кемерово Ночевать, скорее всего, будем Где-нибудь за Мариинском Вернее, перед Мариинском Это в лучшем случае В лучшем случае где-нибудь На выезде с Кемерово на первых горках Успенка, Дмитриевка Что-либо где-то там Это если сил не хватит Подъезжаем мы Колзамаю С левой стороны сейчас будет у нас Кафе у Петра С правой стороны у нас будет Кафе Паллада Оба этих комплекса Гостиничных То есть гостиницы Кафе У Петра там баня, сауна На Палладе, по-моему, душ только Я как бы стараюсь на Петре останавливаться Здесь еще также Заправка Роснефтьевская Обе стоянки, они Бесплатные Народу здесь Всегда очень много Очень много здесь народу Останавливается Я сейчас заскочу в Палладу Надо кое-какие Дела сделать И будем двигаться дальше Здесь есть магазинчики Маленькие Интересно У них много всякой Такой шелухи Интересный Приколюшек Скажем так Для машины Сейчас зайду покажу Я не могу Я не могу Я не могу Я не могу Маленькие Шелухи А я заживаю двигаемся дальше вырасту когда вот 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 обязательно верни не вырасту разбогатею когда вот обязательно себе куплю еще одного мишлена у меня был на потолке один мишлен его где-то потерял об дерево ударил видно обветку но сломал окрепление вот тут выросла нет не вырос разбогатею когда точно куплю себе вот тут сто процентов вот под прям зуб дают тем временем до дома осталось где-то 1200 1275 ночевал я сегодня опять на трактовом курзане выехал с курзана поменял я доехал до кемпинга там до ближайшего до эстакады заскочил туда поменял масло поменял топливный фильтр двигаюсь дальше помимо всего прочего пойду показывает температурный датчик то ли провод опять где-то отвалился короче не знаю надо будет приеду надо будет его смотреть еще хотел посмотреть пока кабина была затрата но забыл про него ну ладно что домой приеду уже там посмотрю его поковыряю чайок завариваю с лимончиком вкусненький лимон стремный какой-то собакин он сидит ждет я отвернусь он палате повернусь сидит смотрит на меня засранец че еще дать на сахаром подкармливаю че сало будешь будешь сало тебе тоже дать сало карифан ты че такой замерзший весь иди на на держи хавайте миска чуть-чуть от собаки собаки все что ли хренит уже на держу не достанется тебе так и кусочков на короче на тебе кусочек и на тебе поешь ну все нету больше нету кончилось ну чё надо итак друзья началось самое интересное началась вернее самая интересная часть видео поехали мы по бездной города канск хотелось бы передать огромный привет дорожным службам которые содержат эту дорогу что они она у них в таком идеальнейшем состоянии просто нереально что по ней едешь я не знаю по ней можно было бы ехать все 150 если бы машина только могла так ехать я не знаю правда какую подвеску надо чтобы по этой дороге ехать со скоростью 150 километров в час просто ну нереальнейшая классная дорога ребята здоровья вам богатство любви асфальтированной дороги до вашей дачи чтобы всегда у вас были только асфальтированные дороги ну как минимум не лучше вот этого качества то что будет сейчас у меня впереди поехал я по этой дырявой дороге не потому что я так захотел вам дорогу эту показать честно если бы даже сильно просили я бы специально по ней не поехал хотя хрен вот так может поехал бы поехал потому что там стоят доблестные сотрудники ГИБДД которые охраняют знак на въезде в город который по сути которого не существует ну да ладно чтобы не спорить с ними я решил лучше здесь проехать так как мы едем уже в вечернее время в темное время суток камера не может передать всю красоту здешних здешнего рельефа скажем так смотрите какая она ровненькая мы едем просто с нереальнейшей скоростью вот такой на третье полупередач что-то километров наверно 40 20 20 километров в час мы едем вот тут такая офигенная природа я говорю вот жаль что сейчас темно камера не передаст просто всю красоту летом конечно тут вообще просто нереально ехать нереально красиво потому что ты смотришь допустим ну я не знаю на куст справа который тут вон там допустим дерево ты смотришь на это дерево а на нем 5 сантиметровый слой пыли и ты когда едешь ты прям видишь как у тебя увеличивается панель в размерах не от того что она такая становится от того что пыль на нее оседает просто ну я не знаю это просто такой кайф проехаться по вот этой дороге просто замечательно ну а если друзья все таки отбросить лирику и сказать честно не кривя душой только так как оно есть чтобы у вас козлы хрен на лбу вырос за вот эту дорогу я не знаю я таких дорог ну наверное году в 14 или в 15 я видел последний раз такую дорогу когда я ехал на восток и то и то когда я ехал я подъехал по такой дороге ее строили новую дорогу уже это был четыре года назад на дворе девятнадцатый год мы все ездим по щебеночной грунтовой дороге по объездной потому что какой-то я не знаю чидер на букву п поставил знаки запретил движение по всему городу к Канску славному я не спорю может быть и жители в нем и хорошие нормальные ребята да не может быть так наверное так и есть но вот руководство у города в частности БР там кто у них там ГБУшники дорожное хозяйство кто содержит дороги просто ну нехорошие люди сколько людей сколько вот людей здесь просто не могли в горку подняться там сейчас будет дальше поворот такой неудобный на Тосеево по-моему не помню уже сто лет тут не ездил не помню куда она дорога то это ведет вспомню скажу я fuerte так вот на этом повороте пурых часто просто зависает я вот ехал в прошлый раз по рации говорили что машины не могут на этом а не я сюда ехал по рации говорили что машины на этом подъеме не могут подняться повернуть потому что там поворот el тут машины стояли не могли подняться пока здесь То ли Трал, короче, то ли с экскаватором По лету перевернулся То ли там с катером С каким-то дорогим, жутко дорогущим Перевернулся здесь Все, гаишников след простыл Под знаком Больше никто не стоял, наверное, месяца полтора Никто не стоял, сразу прошли Отгрейдировали объездную полностью Все, ровненькое стало Как их отъебут, извиняюсь за выражение Так начинает задница гореть Начинает шевелиться Перестают стоять, перестают людей мучить Как все успокоилось Так все, опять встали, он стоят Морозы кончились, все, он опять стоят Под знаком, пасутся 500 рублей в казну города Только что толку от этих 500 рублей, которые они собирают С водителей, которые проезжают под знак Некоторым проще Оплатить 250 рублей И ехать дальше Оплатить, в смысле, нормальный штраф Не взятку дать Платят 250 и едут дальше Выписывают протоколом Чтобы не трястись Только вот этой вот хероте Не трястись Сколько можно мучить людей Да, сейчас строят объездную Вроде как начали строительство объездной Если мне память не изменяет По-моему, в 20-м или 21-м году В декабре В конце года будет сдача этой объездной Должна быть Пролетел поджарить По-моему, по барабану Разобьет, по-разобьет По-моему, фиолетовым В бане там тренируют Вот Вот такая вот у нас Замечательная дорога Вот такая у нас Замечательная страна Вот, все, смотрите Красота Фура встала на подъем Прям на повороте встала Легковушка пошла Ему не смог взять побольше Радиус поворота Все, он встал Притурил Сейчас давать назад спускаться И заново пробовать подниматься Вот она красота Стоим, курим Стоим, курим Вон сейчас парень, который не поднялся Говорит, что просто там на повороте лед Дичайший лед Здесь мы парни за понимание Что уступили Придержали Лед там, катушка Побольше берите туда, к будке Ребят, нормально Заходите с разгадом Да, да, я сюда и поехал Вот он Аббан Аббан какой-то Не помню Не знаю, не было Так Все, на нас Просто Ренакин Просто звездец Короче, дорога Курсана Возможно, возможно Я точно не помню Асфальт Зачем его уложить Все равно Новую строю Надеюсь, что Столько лет мы ездили Два года потеря Ну да, да, да По этому принципу Видишь, они ее грейдером прошли Сейчас они столько денег затратили Блин, на асфальт, наверное, сейчас не осталось Пришел на асфальт, наверное, на новую объездную Да, да, да Видишь, как народ платон-то не платит Денег нету Че, парни, думаете, на новую объезду асфальт что ли будет? Нихуя, это не камень будет, если там асфальт лежать будет Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха И до коненкоity lane